Всем привет, дорогие друзья, с вами Анна Кэт, и это уже пятая часть краткой биографии моих персонажей. Сегодня у нас на очереди Камышница. Итак, возраст неизвестен, скорее всего мертва. Родителями являются львины звезды Звилистая Лоза. Парами Метлик, бывший, и Филин, тоже бывший. Ее дочерью является Режешерстка, а сыновьями Пересмешник и Дымник. Данная особа родилась и выросла в озерном племени. Она всегда хотела большее внимание со стороны отца, так как он был предводителем и хотела стать его ученицей. Но нет, оруженосцем ее отца стал ее брат, Макролап, в будущем Макрозвезд или Макрохвост. А наставницей Камышевки стала световейная, очень свободолюбивая кошка, которая в свое время хотела присоединиться к долиному племени, где жил один из ее братьев. Но она оставила эту затею под угрозой ухудшения своей репутации. Обо всем этом не знала вина звезд и доверил ей свою дочь, в результате чего Камышевка выросла такой же. Плюсом они с наставницей часто ходили на границу с долинным племенем, где световейная виделась со своим братом, попутно рассказывая Камышевке о вольных полях и бескрайних просторах. И что на воле можно делать что хочешь и идти куда хочешь. Все это произвело огромное впечатление на молодую кошку. И даже когда у нее появилась первая любовь, а вскоре и сын, это ее не остановило. И Камышница покинула свое родное зерное племя, став одиночкой. Во время исследования окрестностей она заходит на территорию двуногих, где встречает свою вторую любовь, домашнего кота по имени Филя. Вскоре после этого у них рождаются котята, дымник и режешерстка. Тогда Филин предлагает им перебраться жить к нему. Но Камышница резко отказывает из-за своего характера и любви к свободе. Она забирает котят и решает воспитывать их на воле. А когда им исполняется в районе девяти лун, оставляет их одних, а сама уходит странствовать дальше. История обрывается. Итак, Камышница появляется в голубом омите и утаенных повестях, конкретнее в повести «Покинутая». Упоминается в закате над рекой и судьбе Янтероцапки. В будущем я планирую выкладывать все это на канал в формате аудиокниг. А сейчас я так делаю судьбой Янтероцапки. Ссылка на плейлист озвучки книги будет в описании. Также в описании находится ссылочка на предыдущую часть краткой биографии моего персонажа, Пересмешника. Советую глянуть тем, кто еще не смотрел. Ну а с вами была Анна Кэт. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.